всем привет дорогие друзья с вами джейк и мы продолжаем проходить бляха-муха я не то сделал и мы продолжаем проходить мафию 3 блин бляха-муха может чекпоинт загрузиться я идет тупанул это в реале но честно ребят извиняюсь я просто сейчас тупанул и все я запускал игрушку уже не знал сколько подождите-ка что у нас на дополнительную кнопку тогда уж извините вторая серия я в управлении лазер что-то как-то не то да а по-моему левая кнопка мыши как раз и не нажимается да вот эти кнопки понятно почему я выбрал так хорошо давать тогда и волны по опене гей помеи прошлое управление она совсем не удобно не давать это который у нас сейчас алё почему ты ныне ныкаешь пушки бляха-муха обычно если нажимаешь на колечко мышки он должен прятать оружие или ты с другой перепутал контрол дака показать спрятая поднятие лсвис карта режим информации так вот а тыс к м только да я забыл что здесь есть меню шишка такая а как тогда спрятать то блин уж извините ребят немного я чё-то не понял как спят это пушку алё заложить взрывчатку предыдущая смена а вот убрать на речь чувак я не знаю чё сейчас это все как-то дергана выглядит кучу сказал у меня мало кадров хотя сейчас показывает 45 50 кадров я вот вас уверяю не знаю чё из-за каких настройках так показывают показывает может если вертикал посадку весь выгодно резкости оптимально выберу все равно хотя у меня нормальный феймрейт никогда такого не было честно а у меня все очень на средне спустилась без понятия почему размытие а это я бляха муха только что вертикалку давайте вырубим или на резкости не ограничено сглаживание вот надо бы и все сойдет уже поприятнее немного не сильно я бы сказал бы но поприятнее успокойся драться он еще собрался да я понял по тихому не получилось давать чекпоинта я просто тихому хочу а чё это он стал так видеть то хорошо при первом моем похоже него то хреново хорошо не видел никогда ладно чем мы больше разобрались управление и 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 даже не знаю мощно так нет так тоже используется а почему как слот не работает может пока не но не научили меня тупо потому что я не пойму я хочу пройтись именно прогуляться спокойно пройтись а не вот как он бегает дробовик ну ладно пофиг нам главное сейчас дальше пройтись может проблема была в том что что я рано это сделал вот как вот как ты меня блять увидел ладно раньше то лучше вот 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 Держи его! Держи его! Ах... Боже, он выстрел! Он пошел туда! Мы не остановимся до того, чтобы мы нашли тебя, брат! Мы должны быть срочно 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 срочно! Пожалуйста Этот чувак был здесь Хм, пожалуйста Хм, пожалуйста Прости, чувак. Тебя никто не понимает Как хотите Ну ладно Как хотите Мне там лично пофиг Бабайт стой Так Окей Без проблем Следующий Сейчас Не Понял Что он сказал Да-да, чувак, давай сюда Да-да, чувак, давай сюда Ух Ух Так, окей Эй Да нет у меня аптечек. Так. Так, надо подойти и забрать. Так, и вот аптечка, ну слава богу. Сколько? Одна аптечка, по-моему максимум три пока можно носить. Ну вот и все. Ты совершил большую ошибку, напав на Холову. Холову всем заправляет недоносных. Трус, предатель. Черные не должны подчиняться белым. Человек, по которому ты говоришь, принял меня в семью. Ну как, когда мне была нужна семья, что-то там, ты ничего не понимаешь. Окей. Бля, они так быстро глаголят. О, здравствуй. Гребаный свинья. Скотина. Будь ты проклят. Не кипятись. Не кипятись. Не кипятись. Не кипятись. Не кипятись. Он меня тут держал за заперти днем и ночью. Пил меня. Использовал. Проклинаю тебя, ублюдок. Тебя и всю твою гребаную семью. Он мертв. Он мертв. Он мертв. Он тебе ничего больше не сделает. Все кончено. Кончено? Кончено? Это никогда не закончится. Да. Черт бы побрал эти Китя. О да. Что-то я никого не убивал. Ребят, ну не надо кипятиться. Так. Так, ты первый. Минус двое. Да я понял вас. Бля, я помню здесь проходил на джойстике. На иксбоксе. Мне вот здесь было трудновато. Потому что... Я вообще на джойстике толком играть не умею. Я, конечно, играл там, например, в Watch Dogs и GTA, но для меня это все равно тяжело. Так, окей. Так, ты следующий. Так, тут есть что-нибудь? По-моему, из этих домов там еще должна быть аптечка. По-моему, вот в этом. Нет? Какая скотина там еще стреляет? Так, окей. Френово работает. Ты давай там умирай, ты че? Нельзя в главной героя стрелять. Вы поймите, что это очень плохо. Так, быстренько убегаем сюда. Вот, здесь, по-моему, да. Или в том, да. Да, вот. Я просто помню, что здесь еще должно быть. Кто умирает? Где? Вот. Че, прости? Да, ехалу бабай. Да я подожду лучше. Чувак, надо сначала поджечь, только потом кинуть. Ай, всему надо учить, вот всему. Пока давайте-ка с этим побегаем. Будем копить тогда патрончики. Ну, еще. А-а-а! Слушай, извини, чувак, но здесь какие-то ненормальные. Они не дохнут. Ой, да. Моя любимая. Тачка. Блин, ну она класс. Она в реале класс. Стоп, а где мы вообще были? Да ладно, прям здесь? Не кисло. А в прошлый раз, вот в начале игры, мы вот были здесь. Кто не верит, можете вот съездить. Мы вот так вот выехали, потом поехали сюда. Вот сюда прям. Ну, блин, я просто запомнил, потому что я туда уже ездил. Искал это место с самого начала. Читать я их снизу, я не буду. Я и так не важно читаю. Да ладно, подумаешь, сарапин. Ну, че тут такое, в общем, так я и говорил. Ну, да, прям вот понял меня. Слушайте, а... Игра? Симуляция. Я не знаю, да? Мне сейчас как-то не понравилось, как бы с дрифтил. Я знаю, это просто делает меня удивление, что происходит после. Ты знаешь? Нет, я не знаю. Расскажи мне. Не важно, если это билет или в руках человека. Мы не знаем в некоторое время, да? Ну, конечно, занесло, но все-таки. Все-таки дорога-то не... Это им же жут. Фака дороги! Черт уже твоя тачка! Ну да, зачем она сдалась? Зачем тачки вообще нужны? Чтобы на них гонять! Ну, или просто... С пункта А в пункт Б переехать. Ну, это обычные люди так делают. А мы же с вами. Необычные люди. Мы любим гонять. Мы любим... Хорошо. Чтобы... В дрифт входить. Че так много тумана-то? Алло. Сглаживание, по-моему, выключим. Я вот, я все думал, ставить на него, то он все-таки решает или нет. Пусть на туман мне здесь не нравится. Может, сейчас просто туман так. Ну, я не люблю туман в играх вообще. Я и в реальности его не люблю. Ну, сейчас... Так столько тумана, бляха, мой. Хотя, сглаживание я отрубал. Не, вижу, зачем она здесь вообще сдалась. Да-да, я водитель от бога. Спасибо, что сказал. Так, окей. А я тебя понял. Входим. Чего Линкен не понимал, или, может, не выхотел понять, это то, что у человека, как с Эмми, всегда найдутся новые Гейти. И с ним вечно было так. Либо с Эмми кто-то угрожал, либо кто-то доставлял ему неприятности. И ни конца этого не края. Вот так и вышло, что Линкен начал работать с Элом Аркан. Ты был прав, Гейти, а не пытаясь на старые соляные шахты. Больше они нас не побеспокоят. Зря я туда тебя послал. Надо было самому решать свои проблемы. Да, это и не отличается от того, чем я занимался раньше. Ты можешь и не знать, но по телевизору каждый вечер после новостей показывают имена всех ребят, которые погибли во Вьетнаме. Я вот сидел на кухне и ужинал. И смотрел этот список. И думал, а вдруг сегодня, в этот день, когда я увижу твое имя. Так и не увидел же. Ничего со мной не случилось. Колодец удачи. Он не бездонный. Однажды вытащишь ведерко, а в нем пусто. Так, что будем делать с Марканом? Отдадим ему эти проклятые деньги так и иначе. Лотерея хватит, чтобы ее расплатиться? Лотереи нет. Ноу Сэлла звонил недавно, сказал, что хотел с нами повидаться в загородном клубе. Говорит, у него есть какая-то работа, и между нами все будет улажено. Черный туда вообще не должен кидать, кроме устов. И может, и не понравится, но Сэллу Маркану они отказать не посмеют. Он говорит, что ты должен быть. Значит, ты должен быть. Отлично. Всегда хотел посмотреть, как оно там внутри. Делай все в точности, как Сэлл говорит. Ты понял? Ради всех нас. Да, сэр. Так точно. Фух, а это было тяжело считать это все. Некоторые слова, я сам уж придумал просто. Ладно, окей. Режим вождения, это мы уже поняли. Так, ладно. Нам сейчас надо ехать к Сэллу. Сэлл находится в Фристофилд. Посмотрим, что он нам предложит. Пока, Танзи, посмотрю на этот чудесный МНХ. Может, а к следующей серии я тогда поставлю все-таки этот решейд. Вы увидите в следующей серии, как игрушка станет покрасивее выглядит. Она и сейчас неплохо выглядит. И даже сейчас она требовательная. Я вам отвечаю. Я играю на процессоре ICM4770K. 3,5 ГГц без разгона. 16 ГБ оперативки и GTX 1060 на 3 ГБ. Ну, конечно, можно привыкнуть к 30 кадрам, как я когда-то привыкал к 20 кадрам. Я потом уже просто забыл, что у меня игрушка в класс кадров идет. Я просто привык к этим кадрам. Я отвечаю. Вот игру можно пройти и в 20 кадрам. Поверьте моему опыту. Когда у меня был первый компьютер. Да, я помню тебе веселые времена. Было классно. Скучаю по тем временам. Очень сильный, ребят. А у меня первый компьютер появился вообще лет 5 назад. Традиция. Не больше. Тогда, я помню еще, мелкий брат сказал, а ты играл в Мафию 2? Я такой сказал, нет. Что мне стало любопытно. Я посмотрел, поиграл тогда. А тогда в Мафия 2 мне так лагало. Я в 20 кадров заговорил, играл. Вот я всю Мафию в 20 кадров прошел вторую, прикиньте. Это вы представьте. И я, да, я знаю. Заговорился. Ну, вы представьте, я вторую Мафию просто в сюжетном задании, без дополнения, прошел в 20 кадров. Да, вот о чем я и говорю, что в 20 кадров еще можно играть. А сейчас многие люди жалуются, что вот графика так, оптимизация хромает. А я этому, мне пофиг, вот честно. Вот, ребят. Игрушка идет и идет. Мне все равно. Мне вот в реале все равно. Если она идет, то я буду играть. Мне плевать на оптимизацию. Какую хрен ты забыл? Прослуга заходит за... Я к мистеру Маркану, меня зовут Линк. Вот как? Будь и я против. Веди себя прилично, парень. Пока ты здесь... А то пожалеешь. Ты пахусь встать сбоку. Ну, ты это где? Понятно. Милое место. Ох, нихрена себе! Линк и Клей! Боже, вы посмотрите сюда! Спурив, узкие глаза и в штанах накладывали, когда только тебя видели. Сколько лет! Сколько, я знаю. Да, уж твой матч, немало. Кажется, в последний раз видели в ту ночь в французском квартале, перед тем, как ты отчалил. Ну и ночка-то была. О, да, я помню, как мы с Элисом смывались от копов. А Дэнни... Не, я оттуда вытащил. Вытащил. Согласись, не самая высокая цена, то... Бляхнуху, надоели. Сэмми, Сэмми, мистер Маркан сказал, что хотел меня видеть. Мистер Маркан, мать твою! Ты так говоришь, словно он адвокат какой-то. Зависся, ага. Пойдем, он тебя ждет. Да, кстати, а в те времена черным не сладко было. Да им как бы сейчас... Надо было одеться получше. Если кто-то из этих уродов на тебя наденет, разбираться пойдет к моему старику. А он... Им, значит, круто. Когда денег-то до жопы? Че ты пелишь? Алия, дорогая, не хочу переживать беседу, но у меня... Рэмми, как всегда, рад вас видеть. Еще два стакана. Линкольн Клэр, рад тебя видеть. Это вид-то с карета, дорогие друзья. Вид-то, а это то, о ком я тебе рассказывал. Давай, Линкольн, присаживайся. Значит, ты служил в Вьетнаме, да? Так, точно. Сэлл говорит, ты какие-то резки тут крутишь. Да, я служил за хорошими людьми. Армия, морпехи. Сначала регулярные части, потом мы меня взяли в зеленые башни. Части в сельнаме, я же говорил, что он способен. Не то, что он пойти не мог, но чисто на всякий случай, разве ты не хотел бы им? Нет. Не ж, Сэлл, ты рекомендуешь мне того, как достаточно. Слушай, вообще мне пора бежать. Жит куча делал. Спасибо за выпивку. Удачи, Вита, сколько лет, сколько зим. Да? Старый Вита. Господи, ну и же говню. Прислали на нашу голову. Комиссия выслала его сюда из Empire Baby лет 15 назад. С тех пор он мне кровь и портит, скотина. Впрочем, ладно. Думаю, ты... Бляха-муха. Я только прочитал первое слово. Че так? Два раза в год федералы изумают. Бляха. Я еще путаю знания, ребята. Местная казнь. Или вы хотите перехватить? Никак нет. Мы хотим под этим раздобыть себе еще пропуск в хранилище. И утащу туда все, чтобы прибыло гвоздями. Это... Это... Черт. Такой шанс выпадает раз в жизни. Вита Скалета куча своих на работу. И он раздобыл нам код сик-сейфу. Ты уже видел, Дэнни? Не знаю. Пока, Дэнни. Увидишь, мы подключили его к делу и его отца. Им понадобится твоя помощь. Так что навести их. Живо, жут они так. Нам с тобой нужно еще кое-что поболдать. Полагаю, ты в курсе о проблемах с ними. И разбирайся с гретенами. Когда все успокоится, все деньги... Видишь? Я об этом говорю. Ты не сидел, заснувший палец в жопу. Ты видел проблему и пошел ее решить. Господи, да это же дороже любых денег. Мы всегда платим за свои долги. Сынок, я в курсе. Другого не ждал. Но ты знаешь даже расплачиваться. Ты все равно остаешься гнить в этом проклятом районе. Не самые приятные перспективы. Но может быть есть другой путь? Сейчас для нас. Что вы имеете в виду? Я хочу, чтобы ты взял... Я не с восходка этого говорю. Сэмми отличный мужик, но моложе он не становится. И я думаю, настала пора перемен. Но я не уверен, что Элис готов к такому. Я говорю не про Элиса, а про себя. Я хочу, чтобы ты держал Холуэй. Но я не могу. Да ладно тебе. Если ты волосишься за Сэмми, не надо так. Сейчас мы всегда бы с ним были на короткой ноге. Это... Он подобрал меня, когда мне было некуда идти. Воспитал меня как сына. Простите, мистер Марканнон. Я не могу так поступить с ним. Черт подбери, сынок. Я бы наврал, если бы не сказал, что слегка разочарован. Но я понимаю. Ты человек верный. А в наши времена это редкость. Вы все еще хотите, чтобы я вам помог в том деле? Или что? Еще как хочу. И когда все будет сделано, мы с тобой окажемся в полном расчете. Даю слово. Что вы на самом деле хотите услышать? Что мы похищали и пытали всех? Я пытаюсь понять, какую подготовку получил я на Клэй за свою службу во Вьетнаме. Таких людей тренировать не надо. Просто указывайте им цели и старайтесь не путаться под ногами. Фу, вот это было быстро. Я вообще некоторые слова то путал, то нет. Слушай, извините, у меня так всегда. Снова, гаврин, ничего. Ой, здравствуй. Я смотрю, что-то я часто остаюсь. Так, надо бы аптечку взять. Да-да, я тебя понял. Давай. Эй, вы как там, ребят? А что все деньги сразу не забрать? Это честно. Скажите, давай. Так, давай. Давай. Так, хорошо Так, смена укрытия. Отклоните V в сторону расположения поблизости укрытия. Зачем нажмите Q? Окей. Трое, окей. Да, бляха, муха, на изи. Я понял вас, ребят, на изи. Ну. Ну ладно, ничего страшного. Попытаемся сейчас еще раз. Так, давайте, умирайте. Пожалуйста. Отлично, уходим. Хорошо. Эй, сволочи, нагнали на нас в угол. Надо что-то сделать. У меня есть немного тротила. Я заложу возле... И нахрен это нам поможет. Если повезет, получится дыра, в которую вы сможете выбраться. И если повезет... Дэнни, ты вообще-то понимаешь, что ты делаешь, да ну. Это же динамит, что тут сложного. Поджог, подходи подальше нахрен. Вот это ограбление века. Миссия не выполнима. Тут просто стоит на заднем плане. Кусочек чекстуры валяется в воздухе. Пропалился. Вот прям за телом, да? Уже нет. Ребята, вы что, больные? Смотрите-ка, ребята, вы там были. Никто точно не знает, почему Тоби Берк вгодил в него милость к Сэлу Маркану, но тот отобрал у него Понте Вертон и передал Роману Громиле по прозвищу Миссни, который тут же напечатал Бекку. Бенни Берк также участвовал в налете. Он был неплохим механиком, но подобных вылазках мне тогда участвовал не принимал. Но решил он, налет будет удачным. Сэлла попросит его. Ну да. Ребята, я не буду на Отебрад. Я там немного еще отвлекался на фотки, которые там были. Некоторые отсылки к прошлой мафии. Я знал же, я не можешь продавлять. Я слушал, что нет ничего старше, вид на Отебриски. Ну и как всегда. Правда, Эллинг? Казнакова Клей. Твою ж мать, как же я рад тебя видеть. Взаимно, Дэнни, где Ники? Ну он тоже хотел приехать, но не получилось. Гребаный сукин сын. Да, не к счастью. Пойдем, выпивка пива. Будешь, старик? А что вы говорите? Как ты, брат? Блин, зайдите. Короче, я устроил, все организовал. Скоро девочки подъедут и все дела. Мне просто ели назвать мою американскую кисть? Чего, блять? Да хрен-то, а у него и... У него есть два... Тачка. Не тачка, а зверь. Ну тебя вы... Бля, хамуха. Извините, я еще сам парюсь. Что ж ты затрехался? Подумаешь проблемы. Я же аккуратно одного ублюдка, я тоже на свет произвел. Их хватит с меня. Так, знаешь что? Ты вылежишь моей машиной и не только задние сиденья. Каждый квадратный дюйм. Я не собираюсь сидеть. Ляха-муха, вы надоели. Я пытаюсь читать, а они пытаются следить за субтитрами. Не-не-не-не. Просто такой смешной голос у него. Дэнни и Элис, возьмите бур и пробьем сейф снизу. Ты и Джорди, вы будете внутри складывать деньги вниз. Но этот чертов бур не так легко перетаскивать. Так что подам бисокатер, протащим его. Мы с этим займемся. Скатером. Папаша Джорди покажет нам что-то там. Да плюс еще форма. На нас никто не посмотрит. Ладно, пора двигаться. Надо заглянуть в скалет и закончить приготовление. Да, блин. А, ну. Вы два придурка, не найдетесь. Я что, не соскучился с крючком? Не буду я, ну, что-то могу. Эй, ты будешь ее мыть. Про моего отца можно было много сказать. И очень мало хорошего. Но он начинал с подобной подпольной торговли самогонки. И поэтому, что один из... Идет точно под вера вам казначейство. Это он придумал. Использовать катер, чтобы достать бур. Тварь и законный сукин сын. Ну, он не виноват в том, что случилось. Хочешь сам влезть в петлю? Пожалуйста. Но сына того-то трогать зачем? Это он виноват, что Дэнни погиб. Черт, я уже так вымутался, что читать надо. Молодцы. Мы должны идти. Мы здесь, идем! Холодец! Горды, поднимаются через холл. Блин, еще горды. Мы должны оттуда оттуда оттуда. Ау. Молодцы! Коусы с оттуда оттуда оттуда. Мы найдем еще раз. Этот тоннел должен идти куда-то. Да, на дороге. Это мил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я не пойму Слушайте, дайте я вот сам выду, расстреляю их нахрен Ну бесполезные вот мои союзники Всегда вот помощники, они были бесполезны Не знаю почему, но всегда были бесполезные Не знаю почему, но всегда были Субтитры сделал DimaTorzok Да ладно вам Я последний раз пробую, тогда закончу на этом серию Пора бы уже просто Не, ну Да еще и лодка не сразу Субтитры сделал DimaTorzok Какого блядь хуя Это какая-то бессмысленно, нет, все было не так Это прикольно Ну давайте еще раз Я тогда точно закончу Ну бляха, муха, я не пойму в чем проблема Субтитры сделал DimaTorzok Чего бляха, муха, ну бляха, муха меня это уже, вот честно, задрало Не, вот честно скажу Что сейчас я последний раз в этом вопросе Твердая точка Твердая, бесполезная точка Я не могу даже стрелять, вот прикиньте А мои союзники, они просто бесполезные создания здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это, блядь, выражение лица, вы видите Такое чувство, как будто неудачный секс только что был у него Все, вы все целы? В жизни такого сумасшествия я не видел Это круто, конечно, но все цели Целы, нам пора ехать Единственный вариант, наверное Ты шутишь? Да тут же повсюду копы Ну, если не повезет, то они будут заняты Мортигра Нас не заметили, если повезет Давно так не веселился За жопу обязательно было хвататься? Заткнись и лезь Ладно, давай руку, ну вот Давай Помогу Наверное, это будет вам сказано Ладно, как только выберемся, я найду телефон Вызву тышку Можешь идти? Да, если кто-то поддержит, справлюсь Проще я на руках бы отнес А, ну давай Эй, эй, а ну-ка поставь меня нахер Если кто-то попросит, скажем, он нажрался Ага, арану никто не заметит, да? Ух, твою же мать Не, честно, арану никто не заметит, да? О, загрузочка, давай, проходи Ладно, давайте увидимся Да, мы уже в следующей серии Так что Че ты мне махаешь? Шевелись, Винка, нам пора идти Хорошо Ссылка на плейлист будет в описании под видео Подписывай на канал, на паблик, вконтакте Добавляйте в друзья, комментируйте, ставьте лайки И всем до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok